Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправились на рыбалку в разливы Волги-матушки. И вот мы в Ореховом ерике нашли свободную полянку от веток, где можно забрасывать поплавочную снасть. И ищем свое рыбацкое счастье! Субтитры подогнал «Симон» Что-то здесь рыба не клюет, надо поменять место. Ветер сегодня разгулялся юго-западный, сдувает, волну на воде барашками заводит. Поэтому приходится искать тихие места. Так что отправляемся дальше. Сегодня мы выбрались на Волгу, а на Волге нас встретил шторм. И ветер просто не дает делать забросы поплавочной снастью, поэтому мы выбираем сегодня фидерную ловлю. А для фидерной ловли, естественно, нужен прикорм для кормушек. И чтобы его замесить, нам потребуется емкость для замешивания, собственно, сам прикорм, и немного берегового грунта или глины. Есть еще готовая земля, которая также продается в пакетах. Ну, профессионалы все это знают. А начинающим рыболовам мы еще раз покажем, как замешивается прикорм непосредственно перед ловлей. Берем готовую смесь, засыпаем ее в нашу емкость в количестве необходимым для нашей рыбалки. Смесь у нас ароматная. Много в ней разных компонентов. Тут вон и зернышки, и молотая кукуруза наблюдается. Семечки, жмых. Вот такая вот сухая прикормка. Чтобы она была клейкая и не быстро вымывалась из кормушки, мы сейчас добавим сюда немножко берегового грунта. Это у нас вот глина с песочком. Поскольку сита у меня с собой нет, то я вот перетирая руками, буду ее добавлять в сухой прикорм. Для того, чтобы ее было легче, вымешивайте наш прикорм. Вот эти вот комочки грунта лучше расстелить в мелкую фракцию, чтобы она равномерно распределилась по прикорму. Вообще, конечно, лучше использовать сито для таких целей. Но когда его нету, можно это сделать руками. Вот у нас прикорм перемешан с грунтом. Теперь нужно аккуратно, мелкими порциями добавлять в него воду. И вымешивать. Спортсмены используют разные миксеры. Но поскольку у нас нет цели замесить 15 литров прикорма в раз, то, я думаю, достаточно будет руками все это перемешать. Для наших целей этого будет достаточно. Сам бы съел до рыбы надо. Ну вот, мы ее только увлажнили сейчас. Нужно дать ей минут 10, для того, чтобы компоненты впитали в себя влагу, набухли. И тогда провести контрольное замешивание и проверить консистенцию. Шары должны склеиваться, но при надавливании рассыпаться. Это в обычном случае. А для нашей цели они должны быть немножко полипче, чтобы не очень быстро вымываться из кормушки. Поэтому, наверное, сюда мы еще добавим грунта. Ну вот, прикорм наш готов. И мы отправляемся на рыбалку. Вперед, дорогие друзья! Вот старая кормушка, которая уже потрепана и течением, и зацепами. Но, тем не менее, работает. Набиваем ее прикормом. Запрессовываем потуже. Все, вот она готова к забросу. И отправляем ее за рыбой. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами вновь рубрика «Рыбацкий ящик». И сегодня я вам расскажу, как превратить, казалось бы, негодную приманку силиконовую, а в частности твистер, в рабочую снасть, которая и впредь будет вам ловить хищника. Зачастую некрупная рыба клюет, или когда рыбу клюет, она происходит у нас такой эффект, то есть там рвутся хвосты твистерные. Многие рыболовы вот это вот дело выкидывают, а я продляю этой приманке жизнь. Но, значит, для этого нам необходимо будет этот кусочек, допустим, вот как данный момент, латуни. Можем вообще взять, там, не знаю, крышку консервной банки и сделать данную приманку чуть ли не на берегу речки. Соответственно, крючок двойной, то есть вот этот вот уже, казалось бы, негодный твистер, обыкновенные канцелярские скобки, ну и вертлюжки и заводные колечки. При помощи обыкновенных ножниц из куска латуни вырезаем произвольной формы лепесток. По типу вращающейся, близстной. Это довольно-таки просто и легко сделать. Ну вот, то есть мы вырезали лепесточек произвольной формы. Дальше нам останется его просверлить и по возможности отполировать и придать какую-то форму. Можно, наверное, гвоздем пробить. Да, можно, в принципе, на рыбалке, не имея сверла и дрели, можно пробить просто отверстие гвоздем. Ну вот, на данный момент у меня есть уже такая небольшая заготовочка, отполированная полностью и с просверленным отверстием. Сейчас на примере ее и соберем нашу снасть. Далее, значит, мы берем канцелярскую скобку и распрямляем ее. Можно применить пассатижи. То есть вот распрямили скобку, берем вертлюжок и закрепляем его на этой скобке. В принципе, тоже закрепляем произвольным путем. Примерно вот так вот. Далее нам необходим двойной крючок. Можно использовать тройник. В принципе, один арбник, честно говоря, сам не пробовал. В основном это используя либо двойные крючки, либо тройные. Делаем вот такое вот действие. То есть закрепляем наш вертлюжок. Возьмем тоже для этого пассатижи, чтобы нам было удобно. На двойнике. То есть закрепили, обмотав нашу проволоку вокруг крючка. Дальше берем тело твистера. Обрезаем его по длине крючка. На данный момент уже готовое обрезанное тело твистера. И провоздеваем в него крючок. Получили двойник в теле твистера. Отсюда видно, как выглядывает наш вертлюжок. Теперь при помощи заводного кольца нам остается только закрепить между собой наш лепесток и фактически уже готовую приманку. На эту приманку можно поймать любую хищную рыбу, крыющуюся со дна. Например, судак, щука, сон. Сюда остается, естественно, выбрать под условие вес чебурашки. Также смонтировать ее при помощи заводного кольца и отправиться на рыбалку. Поэтому никогда не выкидывайте свои рыболовные снасти, кажущиеся вам якобы негодными. Из них можно придумать и изготовить какие-то снасти, которые вам еще послужат. Для того, чтобы за ужином нам было за столом светло, наша промышленность или не наша придумала вот такие светодиодные люстры. Но чтобы их подвесить, в них были изначально разные пластмассовые крепежки, которые успешно обламываются. Но чтобы ее впоследствии можно было использовать, как один известный очумелец, используем пластиковую тару. Берем кусок пластиковой бутылки, крепим пробку на веревочке и обрезком этой же бутылки фиксируем нашу люстру. У нас получается целый абажур. Вот такая простая штука. фиксируем штука. Субтитры подогнал «Симон» Вот наш сегодняшний улов, который мы засолим Рыбу нужно посолить достаточно обильно Лишняя соль потом смоется, когда мы ее будем промывать А пока мы засыпаем солью Крупную надо брать соль для посоления рыбы И начинаем наш улов засыпать солью Теперь это перемяхиваем Добавляем еще соль Добавляем еще соль Вот так рыба наша засолена Наша программа на этом прощается с вами До новых встреч и рыбацкого счастья вам! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»